Экономия по освещению у нас составила до 70%, потому что если стояли лампочки накаливания 24-36 Вт, то сейчас стоят LED-лампы, а они 4-х ваттные. Насчет окон, тут однозначно стало намного теплее в коридорах, и это позволило отключить отопление в коридорах, и только на этом мы хорошо экономим. Это что касается окон. А по модернизации теплового узла мы имеем, во-первых, мы стали получать достаточно тепла, поскольку мы раньше его не получали в достаточном мире. Сейчас мы получаем столько тепла, сколько хотим. Кроме того, у нас были установлены погодные терморегуляторы, которые работают от датчиков погодных, и в зависимости от температуры воздуха наружного регулируют теплоносители. Я проводил энергоаудит без каких-то аудиторских компаний самостоятельно, с помощью оборудования специалистов Одесского предпортового завода. В чем он заключался? Вы именно эти системы, эти позиции проверяли, получается так? Да, мы проверяли потери тепла по дому с помощью инфракрасного датчика. Основные потери тепла идут через окна, поэтому мы рекомендовали жильцам менять все окна на энергосберегающие, потому что до 70% потерь тепла идут через окна. У вас какой процент жильцов сменил окна на протяжении трех лет, что существует? Мало. Мало сменили. Дом новострой. Многие жильцы еще только делают ремонты. Ну, где-то процентов 20 поменяли окна, застеклили лоджии на энергосберегающие. Мало, конечно. Ну, мы рекомендуем и советуем по возможности. Это дорого сейчас. Но люди понимают и сами стремятся заменить окна, потому что сейчас тепло будет очень дорогое. Как это зима показала, насколько дорогое тепло.